Здравствуйте! Пермская научно-производственная приборостроительная компания попала под антироссийские санкции. Соединенные Штаты Америки опубликовали дополнительный санкционный перечень российских организаций. По линии торговли в него вошли 11 компаний, в том числе ПНППК. Попадание под санкции означает ограничение на экспорт из США, реэкспорт, а также передачу материалов и технологий. По мнению Министерства торговли США, данные таких компаний наносят ущерб национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США. В телефонном интервью нашей телекомпании представитель ПНППК заявил, разглашать коммерческую информацию относительно действующих контрактов компания не будет. Однако заверяет, внесение в санкционный список США никак не повлияет на ее работу. Добавлю, Пермская научно-производственная приборостроительная компания занимается производством навигационного оборудования и бортовых комплексов для летательных аппаратов, а также различных электротехнических товаров. Всего под санкциями сейчас находится 81 российская организация. Две компании агрохолдинга «Ашатли» могут быть признаны банкротами. Заявление об их финансовой несостоятельности подала Федеральная налоговая служба. Как сообщает коммерсант Приками, речь идет о двух фирмах – Пихтовая Чистинского района и Шляпники Ординского района. Первый занимается молочным животноводством, второй – растеневодством, в том числе выращиванием овощей в открытом грунте. По данным издания, большинство дочерних компаний «Ашатли» два последних года показывают отрицательную динамику. Так, ранее налоговики уже добивались банкротства ООО «Нива» Уинского района и крупнейшего производителя молока в Осинском районе – ООО «Горы». Но компании смогли расплатиться с долгами. Эксперты связывают финансовые трудности холдинга с высокой закредитованностью дочек. В ближайшее время в Пермский край зайдут четыре крупных банка. Об этом порталу «Про Перм» рассказал министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов. Цитата. «Мы уже подписали соглашение с СМП-банком, ведем переговоры еще с десятью банками. Например, с Ситибанком, российским капиталом. Другой вопрос – кто из них согласится прийти и когда. По нашей просьбе четыре крупных банка придут в регион. Откроются они уже в четвертом квартале 2016-го, первом квартале 2017-го года. Мы за то, чтобы банки, приходившие в Пермский край, формировали здесь центры прибыли». Министр уточнил, что под центрами прибыли он подразумевает открытие банками филиалов. «Лада Самара» – самый популярный в России автомобиль с пробегом. Как сообщает агентство «Автостат», в этом году в стране было продано свыше 200 тысяч таких машин. Наши соотечественники любят как классические модели «Лада», так и десятки. Из зарубежных самый ходовой ликвидный на вторичном рынке остается «Форд Фокус». Более 70 тысяч этих машин сменили владельцев с января по июль этого года. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Вторая по популярности иномарка – «Тойота Королла». На третьем месте – «Тойота Камри». Всего за 7 месяцев этого года было продано около 3 миллионов поддержанных машин на 9% больше, чем в прошлом году. Курсы валюты на 8 сентября – доллар 64,38 рубля, евро – 72,40 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.